ребят все сало по-своему хороши сало обалденно для меня класс по соли по специям тоже огонь всем привет дорогие друзья канал ранчо у санчо и на выходных я был в гостях у своих родственников городе лиски и я попробовал наивкуснейшее сало горячего засола мне очень понравился данный рецепт я его очень долго выпрашивал но все-таки мне сказали как это сделать и я спешу с вами поделиться потому что для любителей сало это были вот это прям бомба смотрите нужно выбрать сало либо же возможно будет такая небольшая грудинка где будет немного миска потому что это гораздо приятнее вкуснее будет сало вместе с миском здесь будет много чеснока лавровый лист нам понадобится смесь перцев обязательно здесь и душистый горошек красный белый горошек все это будет восхитительно одну баночку я сделаю с остротой здесь будет красный перец хлопьями мне понадобится соль и сахар по пропорциям я вам сейчас все расскажу сначала мы будем нарезать вот это вот сало или грудинку у меня вот здесь вот полтора литровая банка вот я отмерю ага вот приблизительно мне и хватает его посмотрите чтобы кожица была вся гладенькая то есть не было никаких волос если попались волосы то обязательно надо же конечно просто взять а полить это ну и нарезаем сало удобными для вам для вас кусками посмотрите насколько это будет 50 на 50 50 будет сало и 50 миска но это вообще будет шикардос вы посмотрите насколько чудесные кусочки такого сала получилось пока отправляем в тарелочку сейчас подготовим следующий ингредиент нам понадобится нарезать весь чеснок не половина я возьму и просто мелко полукольцами нарезать я очень люблю когда сало с привкусом чеснока и немного вот перчинки вот черного перца это это прям самое обалдение поэтому я выбрал прилично сюда чеснока ну а вы как захотите так и приготовьте ну или вообще можете написать комментарий как вам больше нравится какое сало есть вообще сухой посол но сухой посол он всегда зачастую такой прям очень соленый вот никогда дают попробовать вот такое сало мне приходится всю кожицу в это сдирать соль всю и даже вплоть до того то что промывать сало потому что но мне такое не нравится а вот это вот но это было это было просто восхитительно а теперь надо подготовить вот тот самый вкусный рассол зажигаем плиту максимальный огонь я сюда залью заранее вскопятил чтобы это побыстрее было литр воды у меня на две полторашки здесь как раз будет литр воды для литра воды мы добавляем сюда 5 столовых ложек соли 345 это самый сок будет этого достаточно чтобы просолилась и в то же время это не было пересоленая добавляю сюда полторы ложки у нас получается идет к трем ложкам соли 1 чайная 1 столовая ложка сахара здесь полторы ложки сахара добавляем сюда лавровый лист можно побольше он он не испортит сало добавляем сюда смесь перцев и добавим вот таким вот способом сейчас сюда чеснок оставшийся который у нас был чтобы он сильнее отдал аромат рассолу просто мы его раздаю раздавив чеснок он сильнее отдаст свой аромат рассолу отправляем чеснок сюда же все помешивать и ждем закипания друзья у меня рассол пять минут вот так вот покипел все вот ингредиенты отдали этому рассолу свои ароматы выключаем плиту и так как я живу в частном доме у меня есть куда вынести это все я отнесу это накрытую веранду там у меня прохладно он остынет не заливайте горячим потому что когда если вы зальете горячим прям вот прям огненным рассолом жир растопится мясо начнет вариться но это будет совсем другая песня нам нужно добиться чтобы это было еле-еле теплым залить обволокло мясо вместе с салом будет потрясающе убираю это все холодное место пока рассол у нас остывает мы сейчас все уложим вот в эти две прекрасных банки что мы делаем у нас на дно сразу же идет чесночок в две банки засыпаем я забыл вам совсем сказать перед тем как нарезать мясо обязательно его помойте я его помыл просушил поэтому у меня с ним все в порядке и укладываем сюда все мясо и не забывайте опять же чесночок и вот эта банка у меня будет немного со string совсем по чуть-чуть посыпаю сюда остроту друзья нам банку пришлось поменять на более маленькую потому что но я же говорю раскатал губу все отправляю тоже сверху чесночок и немного перчика сюда ну и также сюда положим как на дно чесночка отправляем 1 и отправляем сюда до вас так друзья рассол остыл поэтому приступаем к заливанию этого прекрасного сала отправляем сюда лаврушку в каждую баночку по два-три листочка отправим так немного здесь все сболтаем чтобы и чесночок и перчик чтоб все попадало заливаем так чтобы рассол скрыл сало ну а теперь это плотно закрываем крышками друзья вот в таком вот рассоле мы мясо этого сала оставляем на два дня в теплом помещении и на 5 на пять дней мы оставляем в холодном то есть общее время засаливание сала будет 7 дней потерпите оно того стоит ну а через семь дней его свободно можно будет уже посыпать допустим специями вашими любимыми я допустим сделаю и покажу вам как я сделаю это возможно в перце ну а потом это хранить можно свободно в холодильнике и кушать и наслаждаться прекрасным сам друзья прошла одна неделя у нас сало простоял два дня в теплом помещении и пять дней как я говорил было в холодном помещении я уверен сало вот она поменяла цвет сало просолилась но теперь наша задача его достать и придать вот это аппетитную хорошую корочку положить морозильничек но потом я попробую когда она вот прям остынет теперь это я вам покажу какие виды сала я потом сделаю достаем отсюда просоленное мясо это мы все сейчас почистим достал все из банки убрал лишнего перец тут у нас был лаврушка теперь нам надо просушить просушить куски вот это вот сальца пахнет ребят очень очень бомбезно очень вкусно запахи стоит обалденный промокнули лишнюю влагу убрали теперь нарезаем вот на порционные кусочки вот я захотел чтобы был кусочек вот такой вот чтобы потом было удобно это хранить в морозилке чтобы это было удобно нарезать на три части и что мы делаем я вам покажу сразу же три моих любимых маринада сала как принципе я делал для этого так как они конечно же чесночные но я люблю более чесночный аромат мне нужно сделать и придать более ароматный такой вкус поэтому нарезаем еще чеснок в нем мы будем хранить он дальше будет отдавать свой аромат кладем сюда первый кусок и начинаем его весь хорошо со всех сторон вот так вот дольками укладывать чесночком потому что когда это все заморозится вы это будете нарезать все это будет попадаться и это будет очень очень ароматно вкусно прямо теперь просто аккуратно это все заворачиваем пергаментную бумагу все и мы знаем что у нас вот отдельный кусочек сала лежит пергаментной бумаги это был первый рецепт второй будет такой перченый рецепт то есть мы берем сало весь хорошо промакиваем перцем валяйте остатках это будет второй рецепт также приготовления сала заворачиваем в отдельный кулетчик и откладываем третий рецепт будет здесь у нас сладкая паприка и копченая паприка делаем паприки кто-то любит так опять же когда придут гости вы добавьте подайте точнее на стол и тот и тот и тот вариант люди выберут сами это будет прекрасно завернули вот такое сало я наделаю я отправляю это все сейчас в морозильник и соответственно до вечера это все постоит заморозится а потом я нарежу покажу насколько же это бомбезно получилось сама друзья теперь момент дегустации она подморозилась я люблю именно вот такой вот морозовая открываем первое это у перечное перечное сало и это вот так разверну я достану сейчас все на тарелке так вот давайте положим обалденно я вам сейчас скажу какой же мне больше нравится я и так могу сказать что перченый гораздо лучше я и так могу в принципе сказать что вот более пряный для меня это чесночный но все же лучше нарезать берем нарезаем смотрите и сальце и мясо и прожил очки но это вообще это прям идеальный идеальное сало класс чесночный вариант но это более классический просто немного с чесночком но такой чесночный вариант он и так в принципе у нас делался в чесноке но все же видите больше здесь сало у нас попалась и вариант этой с копченой и с такой вот паприк вот вот три у нас экземпляра пробуем 1 я пробую это с копченой паприкой немного возьму хлеба и пробуем ребята обалденно вкусно нежно миска сальце копчено чувствуется это вот для любителей с копченостями вкусно обалденно спору нет пряный это вот с перцем перченая сало можно назвать вот такой вот красиво обалденно и сальце и миска класс да обалденно нежное вкусное мясо вместе салом ребят сало и не пересолили и не до соли ли это золотая серия пять ложек соли на литр воды класс обалденно нежное вкусное сало идеальная закуска к столу но и остается классический рецепт без всяких обмазок только просто добавлено чесночка ребят все сало по-своему хороши сало обалденно для меня класс по соли по специям тоже огонь я выделяю конечно для меня лучший рецепт с перцем выбирайте для себя приготовьте все три сало вот таких вот и попробуйте и выберите какое вам больше нравится друзья на сегодня у меня все я показал вам обалденные засаливание сала вкусное делать и также пишите нам комментарии ставьте лайки но я с вами попрощаюсь до новых средних новых видео пока